Давненько я что-то не снимал такую фигню. На прошлом канале у меня было таких видео много, а на этом пока что-то мало. Вот, я просто решил купить, попробовать очередную хрень, которую я еще не пробовал. И вот записать ее тоже, может быть кому-то интересно будет. Да и вообще мне самому тоже, как бы, попробовать эту фигню интересно, поэтому я, собственно, ее и купил. Называется Big Bon паста сливочный соус с курицей и грибами. 85 грамм. Значит, Big Bon я еще, так скажем, до сих пор. До того, как я начал увлекаться дошираками еще несколько лет назад, я Big Bon любил. Всякие там с соусом тоже всякая лапша, там всякие круглые тоже штучки. Но потом я Big Bon что-то перестал есть, и вот сейчас решил опять как-нибудь попробовать. В общем, такой я вижу первый раз. Соус добавите, залейте кипятком и подождите 5 минут. Так, значит, что у нас тут в составе написано? Лапша, мука, пшеничная, масло растительное, соль поваренная, пищевая. Так. Смотрите, вот это странно. Ну, тут полно... Понятно, что тут... Вот что тут будет? Понятно, что тут будет куча всякой херни. Смотрите, короче, заменитель сливок, жир растительный, сироп глюкозный, белок молока, эмульгатор Е471. Я знаю, что эти Е вредные нафиг. Усилитель вкуса и аромата. Так, молоко сухая. Опять же, ароматизатор идентичный натуральным курице и грибы. То есть, не натуральный, а опять же идентичный. Вот это плохо, конечно. Масло растительное, шампиньоны, кусочки. Мясо курицы, порошок. А почему мясо курицы тоже не по кусочкам? Сырный порошок, овощи, петрушка, лук, загустители. Куркума, короче, тут еще есть. Короче, полно всякой фигни. Давайте откроем это дело и посмотрим, что там внутри. О, как она трещит. Смотрите, у меня ничего так не трещало. Ну, тут внутри у нас вилка. Тут у нас внутри пакетик такой. Залей правильно. Бороздка. Один сантиметр уровень кипятка. На один сантиметр ниже бороздки будет вкуснее, блин. Первый раз вижу такую хрень. Бигбон соус паста. Тут нарисованы грибы, зелень и помидоры. Ну, и вот тут, значит, макароны, лапша. Тут написано, что на один сантиметр ниже бороздки. А нахер тогда эта бороздка? Сделали бы тогда эту бороздку саму на один сантиметр ниже. Чтобы уж не париться нам. Ведь по идее эта линия нужна, по которой заливать кипятком. Так они говорят, залейте не по эту линию, а еще ниже даже. Ой, блин. Так, пониже камеру-то, блин, опустить. Вы можете, кто знает, мой канал смотрит. Прошлый смотрел. Вы можете сказать, то ли у тебя сзади была PlayStation 3, где она? А вон она внизу, блин. Скоро буду скачивать шестой Resident Evil. Вон она. Ну, все подробности потом сейчас ничего не скажу. Когда будет 2 октября, начну... Тогда скажу все подробности. Короче, я просто так сказал, не знаю, нахрена. Так, это значит у нас... Чего вообще такое я забыл? Паста соус. Я даже не знаю, как ее открыть, потому что она тут везде. То есть, если я открою, она у меня сейчас... Этот соус у меня тут польется сейчас весь. Хотя, вроде так, по ощущениям он не жидкий. Так вот нажимаю. Блин, что тут? Подождите. Что тут у нас было написано, блин? А, сухой соус. Во, я говорю, что это не жидкий. Я думал, это жидкий. Сухой. Значит, нужно пакетик вот так вот потрясти. Чтоб это все дело у нас осыпалось. И мы это вот так вот откроем. Сухой соус. Вот я и говорю. А то я сначала прочитал, я думал, что обычный соус такой выливаешь. Знаете, он жидкий. А это сухой. Что-то она плохо как-то трясет. Так. И отрывается тоже плохо. Кстати, запах какой-то странный. Понятно, там куча химии, собственно. Какой может быть сейчас запах? Так надо было ее по-другому отрывать, сука. Короче, я ножницы возьму нахрен. Дерьмо это поданное. Нафиг ножницы взял. Сейчас мы отрежем. Ааа, сейчас... Во! Реально прям говорю, что... Прям грибной запах от этой фигни. Сейчас я поближе ее покажу. Прям реально грибной запах. Это смесь как пюре. Сухой соус. Во! Как пюре. Его весь надо высыпать, как я понимаю. Ой, чихнуть хочу, сейчас все просыплю. Шутка, шутка. Я один раз так чихнул, у меня пол... Я реально говорю, было такое. Это было давно уже. Я тоже вроде... Что-то я ел какую-то такую фигню тоже с приправой сухой. Я, короче, приправу насыпал, у меня эта херня была открытая. Я, короче, чайник скипятил. Подношу его, чтобы наливать кипяток, а там пар идет. И я, короче, чихнул, у меня эта херня половина просыпалась на стол. Так у нас стол чистый, но у нас всегда чистая. У меня мама, она всегда все трет тряпками, короче. Ну что? У меня такая привычка всегда все протирать, везде пыль. Вот. Вообще везде. Даже если стол чистый, она все равно протрет. То есть у нас стол чистый. И вот я чихнул, на стол просыпалась, а я взял, короче, тряпкой со стола, и это все сгреб обратно в эту фигню. Потом я кипятком заварил. Я говорю, у нас правда стол чистый. У нас фу-фу-фу. Ни тараканов, ничего нету. То есть можно спокойно... Если что-то упало на стол, то можно спокойно подобрать, короче, и съесть. Потому что там все чисто, всегда она протирает, промывает все время. Ну что, сейчас кипяточком зальем, и 5 минут пройдет, и посмотрим, что это вообще такое. Попробуем. Чувствую я, что это херня полная, не знаю почему. Просто когда я залил ее кипяточком, понюхал, мне почему-то показалось, что это какая-то хрень, не знаю. Надеюсь, хоть вкус грибов будет чувствоваться тут. Что я могу сказать? Так. Ну да, запах грибов есть, и, кстати, достаточно хороший запах грибов. Вот для запаха грибов очередной плюс, просто сразу ставлю. Так. Теперь надо это все дело перемешать, потому что у нас она насыпалась вся наверх. То есть ее нужно сейчас хорошенько перемещать. Но я скажу, что... Вот там было написано на этой фигне налить кипятка на 1 сантиметр меньше. Типа так будет лучше. То есть на самой вот этой упаковке написано, что нужно налить до метки. А на этой упаковке, где была приправа, там было написано, что будет лучше, если нальешь на 1 сантиметр меньше метки. И на самом деле я вижу, что тут очень много воды. И, наверное, все-таки, да, надо было налить чуть меньше воды. Ладно. Если мне эта хрень понравится и как-нибудь буду пробовать второй раз, тогда я уже это учту. Действительно, очень много воды. Смотрите, сколько. Видите, какая жидкая получилась. Так. Все вроде нормально перемешали. Запах хороший, грибной. Мне он нравится. Кстати, я не помню, как называлось, но несколько лет назад я ел бигбон. Тоже лапша, тоже в круглой штучке, тоже с соусом. Соус был белый и жидкий. И выглядело это примерно так же. То есть, похоже. Видимо, они похожи всегда делают. Я говорю, бигбоны я в основном не ем. Я в основном ем дошираки. Запах грибной и вкус грибной. Вкус грибной отличный. Тут написано, что с курицей и грибами. Вот грибы очень хорошо чувствуются. А курица не особо. Я бы даже вообще сказал, что курица и не чувствуется ни хрена. Горячая. Только заварилась она. Чуть побольше света, что сделаю, если закрыто. Вот. Блин, я специально вытаснул, чтобы она остыла и положил обратно. То есть, вкус бульона грибной, запах грибной. Сейчас попробуем лапшу вообще. Лапша ужасная. Фу. Противная ужасная лапша. Не, лапша невкусная. Значит, единственное, что я могу сказать хорошее, это запах грибной и вкус у бульона грибной. Вот. Но сама лапша совершенно невкусная, неприятная. Противная даже. То есть, этой фигне я бы послал из 10 баллов баллы, наверное, ну не знаю, ну смотрите, 4, наверное, даже не... Я бы не сказал, что 50 на 50. Ну, можно было, в принципе, 50 на 50, потому что есть грибной запах, есть грибной вкус, но только у бульона. У самой лапши, сама лапша не очень хорошая, поэтому я бы сказал 50 на 50. То есть, если вам хочется, нравятся грибные супы, грибной вкус, то вы можете это попробовать. Но еще раз говорю, то, что только в бульоне. Сама лапша... То есть, если вы обычно едите такую фигню и выливаете воду, то это вообще полный минус. То есть, именно вкус грибной и запах именно у бульона. Вот. А лапша вообще ни в какие ворота, так сказать. Никуда не годится лапша. Вот. А лапша не подойдет. А лапша не galleries. А лапша не 달라.